Ваше отношение к алкоголю? Я его время от времени пью. Как? Сколько? И с кем? При максимальном удовольствии и минимальном вреде для здоровья? На данный момент у меня осталось, я не знаю, буквально пара-тройка людей, с которыми мне хочется выпить и с которыми я выпиваю. Пьем мы, например, посещая небезызвестное заведение на улице Рубинштейна, дом 36, Моллес, ну, пьем мы виски и запиваем пивом. Виски дорогостоящие. Ну, так сказать, цена сильно выше, чем за бутылку водки. Дорогостоящие. Пиво, которым запиваю, я Гиннесом запиваю обычно. Ну, тоже, наверное, не копейки стоит. Сколько там удовольствия. Ну, тут хз. А для чего пьешь-то? Я не знаю. Я пью исключительно для того, чтобы испытать состояние опьянения. То есть, люди, которые пьют и пьянеют, вызывают у меня удивление. А зачем тогда пить, если ты не кривеешь от этого? Ну, что после этого дальше? То есть, если это там, я не знаю, какая-нибудь буйная молодость, драки, секс и еще чего-то там... Ну, в 60 лет с драками и сексом уже как-то, мягко говоря, не очень. Вот. Вред для здоровья есть всегда. То есть, от этого ты не денешься никуда. Все эти рассказы, что там, блин, быстро прошло с возраста... Или тренироваться надо, чтобы там вот печень приучать, я все это за безумие считаю. Пью редко, но достаточно сильно. Плохо после этого всегда. То есть, вот последний раз, это у меня день рождения был 2 августа. На день рождения мы... Мы обычно два дня пьем. Но это не значит, что мы там валяемся по углам. Но так, крепко выпиваем. Тут пили три дня. Ну, я неделю в себя приходил. То есть, что-то как-то с возрастом. И это при том, повторюсь, что алкоголь дорогой, а значит, качественный. Во-первых, я сразу хуже вижу. Это очень сильно видно, что на зрение влияет. Не так, как в анекдоте, знаешь, общение с женщинами сильно влияет на зрение. Деньги очень плохо видно. А тут, действительно, тупо хуже вижу. Меня это пугает и как-то не очень. Поэтому, ну, с одной стороны, все вроде в меру. То есть, редко, но метко. А с другой стороны, с возрастом как-то уже вообще никак. Вот. Там есть еще специфические аспекты. То есть, я... Жизнь, можно сказать, уже все прошла. Ну, в глобальном смысле. Ну, вот у меня есть особенности организма, что, например, я водку пью совершенно спокойно. Но меняю ее пить. Во-первых, я ее пью только для того, чтобы, так сказать, создать определенное настроение и испытать чувство опьянения. Но у меня никогда не бывает такого, что я вот... Вот бы сейчас выпить. Вот не бывает и все. Категорически. Например, если вот пришли гости, с гостями забухали. Бутылку выпили. Половина бутылки осталась. Я ее поставил в холодильник. Она может стоять там полгода. И я ее так и не выпью. Не за ужином 50 грамм. Не за завтраком 100. Вообще никак. Я просто не хочу пить и не пью. То есть, к алкоголизму я не склонный. Вообще никак. Несмотря на то, что родственников пьющих выше головы. И, в общем-то, по молодости пил я изрядно. Но оно такое индивидуальное. Испытываю ли удовольствие? Ну да. Особенно после того, как в милиции послужишь там. Это вообще один из лучших способов, так сказать, с товарищем. Давай забухаем. И послушаем, что он нам говорит этот товарищ. Это очень полезно. Потому, что, так сказать, как оно там истинно в вине. Это подразумевает то, что нажравшийся тебе расскажет такого, чего трезвый не расскажет никогда. Ну, там очень быстро. Понимаешь, сколько ни пей, про определенные вещи говорить нельзя вообще. И оно в башке так крепко и сидит. Причем это такая, на мой взгляд, исключительно правильная психологическая установка. Зачем тебе? Если ты про что-то не говоришь трезвый, то зачем про это говорить пьяному? То есть, я считаю, что... Ну, ты себя просто не контролируешь. Ты не джигит. Раз ты вот такую херь несешь пьяным, ты не джигит. Вот контроль. Это самое полезное. Такое, да. В башке живет. Как-то так. Но мне кажется, что это все сугубо особенности индивидуального устройства организма, а не того, как у тебя работает голова. Голова работает, да. Но в этом есть какая-то внутренняя химия, которой ты не управляешь.